Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы никогда не задумывались, что отличает настоящего христианина от всех остальных людей? То, что он носит крестик на груди? Правильно. То, что он ходит в храм и соблюдает посты? Правильно. То, что он старается вести себя хорошо и слушаться родителей? Правильно. Но все же самое, самое главное, самое важное – это, дорогие мои, любовь. Настоящий христианин любит Бога и всех, кто его окружает, всех без исключения. Научиться христианской любви непросто. Но зато она умеет творить чудеса. Она умеет оставлять в душах других людей неизгладимые впечатления на всю жизнь. Вот послушайте историю про одного юношу, который родился во времена римских императоров Констанции и Юлиана Отступника. История Римской империи – это история великих войн. А если шли войны, значит, нужны были войны. И многие юноши хотели стать воинами. Ах, как казалось заманчиво быть храбрым, повенчать себя ратными подвигами, входить победителем в покоренные города. Казалось, что это самый короткий путь к богатству и славе, к земному счастью. Если, конечно, тебе повезет, и ты не будешь сражен в битве копьем или стрелой на повал. Но красивым все это было только в мечтах. На деле же солдатская жизнь не только опасна, но и трудна. Может быть, самое тяжелое в ней даже не сражение, а бесконечные изнурительные переходы. Римский солдат в походе был навьючен, как волн. Он нес на себе и свое оружие, и многочисленные приспособления для осад. А они частенько бывали очень неудобны и громоздки. Вот так и шла римская армия. По раскаленным дорогам, под лучами палящего южного солнца, порою не имея еды и питья. В такой армии и служил этот юноша, о котором я вам хочу рассказать. По рождению он был египтянин, поклонялся языческим богам. Годами он был еще очень юн, но имел крепость и здоровье. Все это помогало ему преодолевать тяготы солдатской жизни. Он мог спать на голой земле, не страшился голода и холода. С детства он привык к грубым нравам и грубой жизни. И его никогда не удивляло, что жители встречных сел относились к легионерам, а именно так тогда называли римских солдат, крайне враждебно. В тот час во всех жилищах захлопывались окна, двери запирались на засовы, а хозяева прятались куда подальше. Да и как им было радоваться вторжению непрошенных гостей? Только и жди от них, что ограбят и отберут последние. Но вот однажды легионеры вступили в какую-то необыкновенную деревню. Едва отряд достиг центральной площади, их тут же окружили радушные поселяния. На перебой они предлагали им свою помощь. Молодые девушки протягивали глиняные кувшины с ключевой водой. Мужчины несли огромные корзины с хлебом и плодами. Даже маленькие дети доверчиво подбегали к суровым воинам и угощали их сочными смоклами. Все лица сияли добротой. Казалось, что это не люди, а ангелы, или что все это происходит в какой-то чудесной сказке. Одна пятилетняя девочка без страха приблизилась к юному воину-египтянину и протянула ему пшеничную лепешку. «Подкрепитесь», – произнесла она звонким голоском, – «вы, наверное, очень устали в дороге». Юноша-египтянин был поражен. Никогда в жизни он не видел ничего подобного. Со странным благовейным чувством принял он в руки детский дар. И сердце его наполнило непонятной ему доселе теплотой. «Должно быть здесь много родственников у наших легионеров», – спросил он старого солдата, стоявшего с ним рядом. «Нет», – ответил седоус и центурион, – «они нам не родственники». «Но что же это за странные люди?» – еще более удивился юноша. «Это христиане», – сказал старый солдат. «Они веруют в Бога, который велит им всех любить и всем служить». «Какой же хороший, удивительный у них Бог», – подумал юноша. «И как же хорошо всех любить!» Вскоре он оставил военное дело и сам стал христианином. И не просто христианином, а монахом. И не просто монахом, а великим светильником веры христианской. Имя ему – преподобный Пимен Великий. Многие годы провел он в египетской пустыне в трудах и молитве. Удостоился от Господа великой мудрости и великих даров духовных. Прожил он сто десять лет, после чего с радостью отошел ко Господу. И всю свою долгую жизнь, как зеницу ока, берег он и соблюдал заповедь Божию о любви. Ибо, как сказал апостол Павел, «Если я знаю все тайны и имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я – ничто». И еще сказал сам Господь Бог, «Потому узнают, что вы – мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Вот и все, что я хотел поведать вам сегодня. Встретимся через неделю. До свидания. Всего вам доброго и до хранит вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok